Все, да, сейчас едем, все хорошо. Хорошо, ну давайте я начну тогда. Я как бы себя для себя такой поделал тему, как сотрудничество библиотеки Назарбаев университета с молодежью при реализации различных мероприятий. Ну, как вы понимаете, что поскольку мы являемся университетской библиотекой, то у нас есть уже определенный контингент молодежи, это студенты нашего университета, которые являются как и участниками, то есть теми людьми, для кого мы проводим мероприятия, так и теми людьми, с которыми мы проводим мероприятия. Нашей основной как бы обязанностью и миссией в университете мы видим формирование компетенций, как говорят, знаний, умений, навыков в сфере медийной информационной грамотности. Это достаточно широкое понятие, хотя есть еще более широкое понятие, которое называется академической добросовестностью или академической честностью, академик интегрити. И поэтому, то есть вот эти направления являются наиболее важными для нас и большая часть мероприятий как раз связана с данной тематикой. Я, наверное, тоже хотел бы здесь упомянуть, что согласно выражению, можно сказать, основателя такого научного направления к университетоведия Джона Ньюмана, ректора католического университета в Ирландии в середине XIX века, автора книги «Идея университета». Основной идеей миссии университетского образования является формирование культуры интеллекта. И вот, в принципе, академическая честность – это как раз такая непостась культуры интеллекта в современном университетском образовании. Поэтому мы проводим для студентов университетов ряд мероприятий, связанных с тем, чтобы они умели найти необходимую информацию, то есть знали различные стратегии информационного поиска, умели оценить источники информации, использовать их, создавать какие-то информационные продукты, а также прививаем им навыки медийной грамотности, потому что, как вы знаете, в современном мире достаточно много манипуляторов, которые используют, скажем так, людей в своих корыстных целях и в ущербе их собственным. Мы проводим для них различные информационные сессии, мы организуем конкурсы, связанные с информационной грамотностью, допустим, поиском каких-либо других информационных материалов в сети интернет и так далее. Мы эти мероприятия проводим не только в рамках нашего университета, но также в сотрудничестве с другими университетами Казахстана. Вот одним из таких вот проектов, вы видите, то есть это нужно было написать хайку именно вот на тему медийной информационной грамотности. Вот здесь представлены хайку победителей данного конкурса. Мы также стремимся к реализации нашей как бы социальной такой функции, потому что библиотека, конечно же, она должна формировать информационную культуру не только у тех, ну, как говорится, у своих сообществ, но если мы говорим про инвестиционную библиотеку, то это наше академическое сообщество, но и выходить за стены этого сообщества. И мы на протяжении ряда лет, то есть стремимся продвигать культуру чтения, развивать навыки чтения у детей. У нас есть детский зал. Дело в том, что на кампусе университета живет порядка двухсот семей молодых преподавателей. Вот и для детей этих преподавателей мы проводим различные мероприятия. Также мы проводим мероприятия для социально незащищенных детей социально незащищенных семей в городе Нур-Султан. Эти мероприятия проходят либо в рамках Международного дня детской книги, детской литературы, либо в рамках недели женщин, которая в начале марта, либо других каких-то памятных дат. Как правило, мы сотрудничаем со студентами, будущими преподавателями высшей школы образования. Также мы оборганизуем книгообменный детский книг и будем стремиться к реализации книжного клуба для детей, чтобы продвигать культуры чтения. Вот здесь вы видите, это у нас было открытие детского зала чтения, то есть где преподаватели читали и своим детям, и тем детям, которые участвовали в мероприятии, то есть детские книги. Они также рисовали, играли в различные пазлы и так далее. Мы провели в 2019 году Академию супергероев, в которой участвовало 30 детей из малообеспеченных семей города Нур-Султан. То есть мы считаем, что продвижение чтения может быть самыми различными путями. То есть это не обязательно какой-то установившийся путь, потому что, допустим, есть противоречивые отношения в биотечной среде к комиксам. То есть в то же время я читал материалы, где люди с дислексией, то есть как раз начиная с комиксов, приобщались к культуре чтения. То есть в дальнейшем они становились любителями чтения. Поэтому важно, чтобы это было интересное мероприятие, и, конечно, они были связаны с книгой и чтением. Как видите, то есть мы такие мероприятия проводим не только самостоятельно, но и в сотрудничестве со студенческими клубами и, как я говорил, уже молодыми преподавателями и студентами высшей школы образования. Ежегодно, пока не было пандемии, мы также проводили различные мероприятия для детей в рамках Международного дня детской книги, который, вы знаете, в начале апреля проходит всегда. И тоже сотрудничеством со студенческими клубами. Здесь уже наши победители по различным конкурсам, то есть все участники были разбиты на возрастные группы, то есть всем им давались отдельные задания, где-то читали, где-то инсценировали, допустим, сказки, либо какие-то отрывки из художественных произведений, и победители награждались, или команды победители награждались памятными дипломами и сувенирами. Мы также уделяем внимание такому понятию, как storytelling, то есть умение рассказывать истории, потому что это тоже, на наш взгляд, очень важная часть библиотечной работы, потому что библиотеки – это не только чтение, но и фактически, как сказать, что, ну, как сказал один общественный деятель, он сказал, что есть наука, которая открывает законы, а есть истории, которые рассказываются людям с тем, чтобы они менялись к лучшему. Поэтому библиотека, она, в принципе, чаще всего рассказывает истории, ну, либо люди читают истории в библиотеках, которые меняют их к лучшему. Ну, и, конечно, должно быть искусство таких интересных, захватывающих рассказов, построенных от правилных каких-то литературных сюжетов. Был в 2019 году проведен мастер-класс доктором данной Шерри «Как рассказывать сказки детям нового поколения». Тоже было очень интересно. В мастер-классе принимали участие не только дети, но также и родители, преподаватели Назарбаев университета. Мы проводим различные конкурсы, связанные с памятными датами в истории и связанными с культурой Казахстана. То есть в 2020 году отмечалось 175-летие со дня казахского поэта-просветителя Абая Кунанбаева, и были проведены конкурсы среди студентов по чтению стихов, созданию видеороликов и так далее, описанию каких-то стихов, посвященных Абая. В совместном с Индианским университетом мы в 2020 году провели также онлайн такую встречу, во время которой то есть участники из Назарбаев университета, то есть студенты как правило Назарбаев университета, а также из Индианского университета и других городов США читали либо произведения Абая Кунанбаева, либо исполняли какие-то музыкальные произведения национальных казахских институтов. У нас также работает студенческий читательский клуб, на которых читают выбранные книги, обсуждают их. Мы проводим встречи читательских клубов, не только, скажем, проводим встречи читательского клуба в рамках нашего университета, но также совместно с читательскими клубами других университетов. Вот, допустим, в декабре прошлого года мы провели совместное мероприятие с университетом имени Козыбаева. Если кто-то нам говорит о том, что вот проходит какое-то мероприятие, посвященное юбилею того или другого автора, то мы привлекаем наших студентов с тем, чтобы они тоже могли показать свои таланты, записать ролик, прочитать литературное произведение, то есть и отослать это произведение на YouTube-канал. То есть в данном случае наши студенты участвуют в мероприятиях, посвященных памяти дагестанской поэтессы Фазу Алиевой. Это мероприятие проводились по инициативе Элимиру Алья Кубова. На этом моя презентация закончена.